Ранее несудимый, самозанятый, неженатый и бездетный Гайратпек слушает приговор, низко склонив голову, даже не вставая со скамей подсудимых. Кроме самого 36-летнего подсудимого, в зале суда находятся представители защиты обвиняемого – прокурор, конвой, сотрудники суда и журналисты. Представителей потерпевшей стороны на приговоре нет. По совокупности, доказательств признан виновным по статье 121, часть 4 УКРК «Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего ребёнка». По данной статье, ему назначено наказание в виде 16 лет строгого режима. Трагедия произошла зимой. Во дворе одного из жилых домов играли две малолетние девочки. Родители наблюдали за ними из окна, но в какой-то момент потеряли их из виду. Встревоженные родные сразу вышли на поиски детей, обнаружили их за домом в обществе неизвестного мужчины. Заметив приближающихся взрослых, мужчина бросился бежать. Одна из девочек была раздета. Родители сразу же устроили погоню за неизвестным. Подозреваемый был задержан. Полицию обратилась гражданка А с заявлением, что её трёхлетнюю дочку изнасиловал неизвестный. Принятыми мерами подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 121 «Изнасилование несовершеннолетних». Как установилось следствие и судмедэкспертиза, педофил лишил девственности одной из девочек. Одним из доказательств послужило то обстоятельство, что под ногтями у обвиняемого были обнаружены следы органики, соответствующие крови несчастной девочки. Сам подсудимый уверяет, что плохо помнит события 21 января. Говорит, выпил много. Предварительное следствие и судеб следствия он показал, что ничего не помнит, так как он находился в нейтрализм состоянии. Он признан алкоголиком и назначен на принудительное лечение по месту отбывания наказания. Свою вину Гайратпек так и не признал. Приговор пока не вступил в законную силу. На обжалование есть 15 дней.